Скандально известный Моргенштерн, который к тому же теперь носит статус иностранного агента, привык удивлять и шокировать публику неоднозначными поступками и вызывающим поведением, иначе он не смог бы добраться до такой популярности. Личная жизнь артиста также не раз становилась предметом обсуждения, ведь в его отношениях с Диларой уже случались и расставания, и трогательные воссоединения. После свадьбы в 2021 году фанаты полагали, что теперь мужа и жену ожидают долгая счастливая семейная жизнь, ведь их чувства уже не раз прошли проверку на прочность. Однако уже в апреле 2022 года появились подтверждения того, что эта сказка подошла к концу и звезды расстались. Вообще спорить с тем, что главным виновником развода был Эль Шерф, наверное, не будет никто. Это очевидно для всех, кто хоть сколько-нибудь следил за этой парой. Да и сам Моргенштерн никогда не отрицал, что именно его поведение стало причиной проблем. Но из-за чего конкретно закончилась одна из самых красивых историй любви в русском рэпе? Давайте попробуем разобраться. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf Это магазин крутой кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа, отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. Да, самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Романтические отношения Алишера и Дилары начались в Уфе еще в 2017 году, задолго до того, как к рэперу пришла популярность. Моргенштерн тогда только начинал свой путь к успеху и не любил публично обсуждать личную жизнь. Роман с Диларой, который на тот момент отпраздновал 17-летие, продолжался на протяжении года. Обстоятельства их первой встречи и знакомства сохранились только в памяти у девушки, так как парень был сильно пьяный и едва держался на ногах. Первое впечатление об Алишере у Дилары было скорее отрицательным, но тем не менее они стали парой. Позже музыкант предложил возлюбленной сделать их отношения открытыми. Он сказал избраннице, что создавать семью пока не готов и хочет уделять больше времени творчеству, музыке и общению с другими девушками. На это Дилара ответила отказом, и их пара распалась. Однако бывшим влюбленным удалось сохранить дружеские отношения. После расставания Дилара создала канал на ютюбе, где размещала видеоролики и рассказывала поклонникам об их отношениях с Алишером. Честно вам скажу, это было его решение прекратить наши отношения, которые я полностью уважаю, потому что в первую очередь я глубоко уважаю этого человека. Я благодарна ему за то, что он меня нигде не обманул, нигде не предал, а просто сказал все как есть. И я в принципе понимаю, почему он принял такое решение. На данный момент он хочет больше развиваться, больше проводить времени наедине с собой, научиться жить здесь и сейчас. И меньше энергии вкладывать отношения, потому что любые отношения – это работа. В тот период жизни Алишер постоянно менял девушек, злоупотреблял веществами и в целом вел образ жизни далекий от идеала. Однако даже тогда его связь с Диларой не прервалась. Бывшие влюбленные продолжали общаться, а периодически рэпер даже признавался пассией в любви. Например, вот его цитата про Дилару. Не знаю, любит она меня или нет, но я ее люблю. По-настоящему, без всяких условий. Люблю просто за то, что она есть. Удоволь нагулявшись и насытившись беспорядочными связями, Алишер решил вернуть Дилару. К тому моменту девушка уже обрела собственную армию поклонников благодаря активному ведению соцсетей. Возобновить роман Дилара согласилась при одном условии – речь будет идти о серьезных отношениях, основанных на взаимной верности. Ради Алишера девушка полностью изменила свою жизнь и переехала в Москву. Рэпер ожидания Дилары не обманул, начав иначе относиться к их союзу. Вот цитаты девушки. Меня все в нем устраивает. Я застала все его этапы становления, перемены во внешности и характере. Мне кажется, это абсолютно нормально в таком возрасте. Все мы меняемся. Я вижу, как Алишер становится лучше. Так что жизнь порознь продолжалась недолго. О том, что Моргенштерн и Дилара снова встречаются, фанатам стало известно в 2020 году. По словам пары, они поняли, что чувства их по-прежнему сильные, и они хотят быть рядом друг с другом. Девушка не раз снималась в клипах Алишера. Вместе они появлялись на светских мероприятиях и вечеринках, демонстрируя нежность и страсть по отношению друг к другу. Первое предложение возлюбленному сделала девушка во время их совместного визита в синагогу. После этого Моргенштерн в шутливой форуме заявил, что восхищен поступком Дилары и готовится к девичнику. Алишер с Диларой хотели что-то сказать, а что Дилара хотелось сказать? Спустя месяц во время съема клипа на композицию номинала парень предложил избраннице стать его женой, и Дилара ответила согласием. Дисклейку. Дисклейку. Позже фанаты стали обсуждать возможную беременность возлюбленной Альшера и писать поздравления влюбленным. Поводом для таких слухов стал снимок девушки с обнаженным животом, в который ее целует жених. В комментариях тут же появились предположения о скором появлении у Моргенштерна наследника, однако сами влюбленные позже опровергли их. Привлек внимание фанатов и журналистов и подарок Моргенштерна избранницы в честь 20 ее однолетия. Дилара стала обладательницей нового рейндж-ровера, в дополнение которому получила еще чемодан с 5 миллионами рублей. Самым важным событием в отношениях Дилара и Алишера можно назвать их свадьбу. Они сыграли ее 31 августа 2021 года. Тожество прошло в стиле конца 90-х, начало 2000-х годов, с плакатами в подъезде, выкупом невесты и традиционными конкурсами. В ЗАГС новобрачной отправились на старом авто, на котором, по словам Дилары, жених возил ее в начале их истории любви. После официальной церемонии Алишера и Дилара пересели в белый лимузин и отправились продолжать празднование. Вторая часть торжества прошла на теплоходе, который ожидал молодоженов и гостей у набережной неподалеку от Москва-Сити. Присутствовали на празднике также Ксения Собчакова. Который выступал в роли ведущей и Александр Ревок, который пришел поздравить молодоженов и исполнил для них свою песню. В разгар вечеринки гостям предложили надеть маски с изображением Моргенштерна. Позже Алишер и Дилара переодели с костюма друг друга. Рэпер появился в платье, а его жена примерила мужской костюм. Артист шокировал присутствующих тем, что в конце вечера прыгнул сверху на свадебный торт, разрушив большую часть кондитерского шедевра. А Дилара проехала по палубе теплохода верхом на коне, которого вела за поводья Ксения Собчак. Жизнь сложилась так, что свадьба Алишера и Дилара стала последним их совместным громким проектом. Потом у Моргенштерна случились неприятности. Бесконечные суды, проверки бизнесов и, наконец, обвинения в торговле веществами заставили его спешно переехать в Дубай, где он проживает до сих пор. Вместе с ним уехала и Дилара, но такого стресса их отношения не выдержали. Спустя 7 месяцев семейной жизни жена артиста шокировала подписчиков новостью, что они с Моргенштерном разводятся. Брак эта история не про нас, отметила Дилара. Затем она сняла видеоролик, в котором рассказала, что одной из причин развода стало то, что они с Алишером не сошлись характерами, а семейная жизнь оказалась не такой веселой и интересной, как период романтических встреч. Их совместное времяпрепровождение в Дубай ограничивалось лишь тем, что вместе они играли в компьютерные игры, еле и спали. В итоге это привело к появлению апатии и раздражительности, а найти выход из этой ситуации Моргенштерн и Дилара не смогли. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Даже стыдно признаваться, но все, что мы делали, это ели, спали, играли в игры на компьютере. Данила Рак. Поначалу это было прикольно, даже моментами мило, но впоследствии это повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы уже не смогли. Тем не менее, Дилара отметила, что сейчас благодарна ему за сказку, которую он ей подарил. Алишер прокомментировал слова бывшей возлюбленной, подтвердив информацию об их разводе и отметив, что восхищается ее умом, взрослостью и умением разложить все по полочкам. А также записал и выложил трек, названный Селяви. Нам пора прощаться, Селяви, жизнь не... Чуть позже в своих соцсетях Дилара раскрыла некоторые неприятности, аспекты жизни с Моргенштерном. Вот ее цитаты. Послушайте, я вас очень люблю, но то, сколько он пьет, не ваше дело и даже не мое, теперь уже. Вы мне часто пишите про это, но зря. Я поделать ничего не могу. Забавно, что вы все думаете, что я хочу навариться на Алишере. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Это не было целью, я сама достаточно зарабатываю. Но Алишер был куда более откровенным. В интервью на собственном канале он признался, что они расстались из-за того, что он изменял любимой постоянно. Для него отношение с другой женщиной это своего рода спорт, который ничего не значит. А вот Дилара его похождения воспринимала крайне негативно и считала, что семейному человеку не нужно так себя вести. Вот цитата Моргенштерна. У нас разное понимание любви, но я все равно мразота. Говорю ей, не дай бог я тебя с кем-то увижу, оба умрете. Я собственник чокнутый, могу быть с кем угодно, а она не с кем. Справедливо ли это? Не знаю, так чувствую. Мне кажется, что мужчины и женщины абсолютно разные. В этой ситуации музыкант для себя так и не решил. Периодически в том же интервью повторяет слова «Дилара, я тебя люблю» и называет «моя девочка». Но при этом подчеркивает, они больше не супруги. Однако слова про собственника в чем-то оказались пророческими, ведь не прошло и двух месяцев, как Моргена и Дилару начали замечать вместе. Мало того, что они проводили совместные стримы, так еще и просто путешествовали по разным странам. Ты умнее меня. Не знаю. Я с... Не знаю. То есть, получается, что была замужем за тупым? Нет, тогда он уже помнее был. Да, помнее. Да. А сейчас? Кто вообще? Друзья у тебя есть? Я Моргенштерк. А на сегодня у нас все. Как вы думаете, сойдутся и Леди Лара, и Моргенштерн в третий раз? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивая БПМ, меня зовут Дмитрий Толченов, всем пока.